доброго дня граждане республика стран меня два беляла сергей сегодня у нас 5 сентября двадцатого года я хочу записать это видео несколько философских позиций в том плане чтобы пояснить почему важно готовиться к пенсии на пенсии есть жизнь вернее она продолжается у нас да и она проистекает из нашей сегодняшней в закон о пенсиях если помните он еще появился в тридцатых годах потому что социалистическое государство стало заботиться о своих трудящихся почему потому что труженику ему не всегда хватает время будем думать о будущем потому что то время советская власть выстраивала планы на будущее формировала пятилетние планы были строительство коммунизма строить коммунистические стройки во время индустриализации в день сдавали по два по три завода в день по два по три завода по всей советскому союзу и соответственно требовалось очень много трудовых усилий и чтобы люди почувствовали что они отдавали свои усилия свое время свое желание работать не было зря государство стало заботиться о пенсиях у нас есть привычки по расходам это дом квартира машина дачи и эти затраты сейчас нас окружает мы к ним привыкли но все затраты они берутся из наших доходов а если доходы завтра упадут то и затраты начнется нам придется чего-то отказываться то что мы храним накапливаем требует затраты ремонт энергобеспечения хранения охраны все это требует денег даже вы купили старое платье или пальто или обувь и все равно надо чистить время от времени все равно надо шкаф куда надо вешать то есть все что мы накапливаем требует дополнительный затрат даже телефон который мы имеем если мы не пополним его баланс то смысл от этого телефона то есть все что мы накапливаем требуют дополнительных затрат и вот ставит вопрос могут ли доходы для оплаты, содержания, попугут нам оплатить все содержание, все, что оно дорого, к чему мы привыкли. Может быть, там, купить подарки внукам, поддержать свое здоровье, ну, даже просто кушать то, что мы хотим. На пенсии, как правило, остается один доход, сама пенсия. Пенсия состоит у нас из солидарной базы пенсионной выплаты и выплаты с ЕНПР. Я долго об этом говорю, но самое интересное, ЕНПФ, наконец-то, появился у них еще один сервис, он пока не активен, это государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений до уровня инфляции. До 2008 года, до кризиса, этой гарантии не было вообще в принципе. Приняли постановление правительства только в 2009 году. И люди, которые до апреля 2009 года выходили на пенсию, не могли претендовать на гарантию. А тогда в убытке ушел УЛАРУМИД, пенсионный фонд, и люди просто потеряли свои накопления. Не то, что прибыль, свои накопления не могли получить. Слава Богу, это реализовано. Итак, очень важно, чтобы размер пенсии покрывал ваши расходы и затраты. В противном случае, со временем, нам придется чего-то отказаться. То, что обмениваешь, что-то припродавать от безысходности. Ведь любая вещь, она имеет свой срок. Вот даже телефон. Мы все равно меняем через определенное время. Он морально устаревает. Он физически устаревает. Батарейка просто умирает. Это требует затраты. Дом обязательно надо ремонтировать. Квартира обязательно коммунальная. все коммуникации нужно будет поддерживать. Это всегда затраты. И чем больше дом, чем больше у вас квартира, тем больше затратов нужно. Если вы просчитав пенсию, поймете, что у вас затрат доходов будет меньше, а затраты посчитаете вы сегодня, они становятся больше. И мы видим, что у нас постоянно растут коммунальные затраты. И продукты питания у нас дорожают, то может от чего-то придется отказаться уже сейчас. Например, большой дом или отдать детям основу переехать однокомнатную квартиру или взять дам побольше или отказаться от машины, которая классно, шикарно, но у нас уже зрение будет падать, оплатить за нее налог, мойку, обслуживание. Это все требует денег. И от чего-то придется отказаться. Но проблема в чем? Или вы будете отказываться, когда у вас появятся долги и надо будет это срочно решать? Или начнет готовиться к этому в течение года, двух, трех, потому что, кто знает, с недвижимостью недвижимость продается в среднем в течение трех лет. На хороших условиях имеется в виду. Транспорт то же самое. Если наши сегодняши расходы выше будущих пенсий, то уже придется за год сокращать свои затраты, но без спешки, с максимальной выгодой для вас. Это очень важно, потому что я когда встречаю людям, которые говорят, мне нужно это продать, потому что, ну там, долги какие-то, просто нужно оплатить коммунальные, и это очень прискорбно. В критический момент мы продаем всегда с убытками, вы знаете, да? конечно, дети будут стараться нам помочь, но если мы посмотрим на сегодняшний день, то и у нас не всегда получается заботиться на наших родителях, правильно? Вот, например, коронавирус, потеря работы. Вы думаете, у ваших детей не будут такие же проблемы? Ну, наверное, будут, и может быть, и у них не получится, при всем их желании, не получится помогать нам достаточно. Если мы сможем себя материально обеспечить на своей пенсии, мы этим уже поможем своим детям и внукам. Правильно? Я вас очень прошу позаботиться о самих себе. На пенсии очень важно иметь доходы, очень важно. Все стоит денег. Даже просто купить воды, это стоит денег. Заправить баланс сотого телефона стоит денег. Оплатить расходы по карточкам, по пластиковым картам, даже просто годовое обслуживание, пускай это 1000 тенге, 500 тенге, все равно нужно. Купить, может быть, наушники, если у нас со слухом будет проблема, тоже понадобится. И куча, куча, куча вещей, которые нас всегда сопровождают. Но если пенсия меньше ваших доходов, то это проблема. Как узнать об этом? Посчитайте свою пенсию в будущем. Есть прекрасные сервисы, они бесплатные, НПФ. У меня есть много видео на YouTube-канале, посмотрите, как считаются доходы, как считаются затраты. Советскую солидарную пенсию, вы уже сейчас можете это сделать, сами себе помочь. Я бесплатно выложил таблицу, для того, чтобы вы могли рассчитать свой трудовой стаж. Просто выбейте даты и она вам автоматически посчитает. Посмотрите. Не хватает доход? Подумайте, что доход нужен. И перед за 3, за 2 года перед пенсией нужно смотреть, какие требования будут формированию дохода, из которого будет исчисляться у вас солидарная пенсия. и показать ее максимально возможно. Почему? Потому что государство говорит, если ты мне дашь то, что я о тебе прошу, я дам тебе то, сколько ты заслужил. Поэтому не надо государству платить слишком много. Заплатите столько, сколько она просит. Ведь наш максимальный доход для исчисления солидарной пенсии ограничен 46 МРП. Правильно? То есть это можно посчитать. база пенсионного выплаты нужно общий стаж 33 года. 33 года сделайте стаж, даже если нет работы, минимальный платеж оплачивайте, это все равно идет стаж казахстанский. 33 года все, больше вам не нужно, больше вы не получите. Есть еще будет условно накопительная пенсия, это когда со следующего года на работодателей по 5% заставят платить еще сверх наших пенсионных учрений. Мы платим 10% и работодатели заставят еще 5% платить. Вот и станет вопрос, а будет ли он платить эти 5% или предложит вам в конверте зарплату. Тогда переходите на минимальный платеж. То есть можно подготовиться и рассчитать доход. Когда вы поймете, сколько у вас денег будет на пенсии, тогда вы можете оглядеться вокруг и сказать, да, я не могу себе это позволить. не потому что вы не заслужили, а потому что вы не можете это просто содержать. И тогда можно спокойно отказаться от каких-то благ, распродать машину не торопясь, поменять большую квартиру или дом на меньшее жилье. Может быть переехать, не знаю, там где есть сельское хозяйство, например, в Киргизию уехать, например. Я не знаю, я просто вам говорю, что нужно готовиться. Не с закрытыми глазами, многие говорят, ну придет пенсия, там вот посмотрим. Уже поздно. Нужно не с закрытыми глазами, а с открытыми глазами смотреть на свое будущее. Она не страшна. И еще раз хочу вам напомнить, что мы живем в капитализме. А капитализм это всегда раздрай. Да? посмотрим. Нас будут пытаться разъединить по национальным, по языковым признакам, по идеалам, по вере, по территориям. Между нами сейчас пытаются вбить к линиям. Разделяя властву, разделяя властву форму государственной власти, которой часто прибегает правительство государств, состоящих из разнонародных частей, и согласно которым лучший метод управления таким государством, разжигание использования вражды между его частями. И будут делать, там меняют алфавит, нам насаждают английский язык, разделяют, вот если мы этих выгоним, вот эти останутся, нам достанется больше, придумают кучу вещей. Посмотрите на Украине на Украине, что происходило, по национальной розни разбило, во что превратилась эта страна, это была вторая экономика Советского Союза, прибалгийские страны вымирают, потому что там разбили, есть вот граждане, а есть неграждане, и так разбивает общество, и во что это превратились, чистильщики сортиров европейских государств, но нас объединяет великое прошлое, не только в войне, но и в строительстве. Посмотрите в старые плакаты, в странах капитализма, бесправия труда, похоже сейчас, и в стране социализма право на труд, нам в Советском Союзе показывали все это, но мы не понимали, потому что мы не понимали, как может быть безработица в Советском Союзе, ну как, подходишь к проходной любого предприятия, там написано требуется, 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 требуется. Кому достается доход в Советском Союзе у нас рабочие зарабатывали больше, чем министр, если хотели, ну, с северных условий, кто-то в мореходку уходил, да, кто-то лез в руднике, вот я на Чемкенте заводе, на заводе электропаратов, рабочие гальванического цеха зарабатывали больше директор предприятия, или в капиталистических странах, хозяин всегда богаче, ну, всегда богаче, посмотрите, какой хозяин отдаст вам деньги, я отработал недавно в компании, где руководитель пришел, говорит, елки-палки, я потерял свой доход в 10 раз, вы представляете, в 10 раз, а людям даже по 5 тысяч тенге выплатить не может, ну, он же капиталист, и вот этот плакат нам, помните, да, или мы принадлежит власть трудящимся, или рабовладельцу, капиталисту, капиталисту, да, как это начинается, происходит, ну, смотрите, начинается запрещение, нам что говорит, ну, Сталин вообще злодей, такой вообще ужас, конкретно, да, приезжал сюда, тут Казахстан оккупировал, всех расстрелял, всех уничтожил, и так далее, и так далее, Ленин, ну, вообще злодей, там, всех, Карнас вообще изучить не стоит, и что происходит, давайте посмотрим на Украине, где маршируют фашисты, ну, вот и получается, или наоборот, где изучается это наследие, потому что в любом случае социализм строится, Швеция это социализм, почему, потому что понимает, что нужно делиться, правда, в Казахстане у нас еще до этого не дошли, но я думаю, процесс тоже придет, вот этот плакат сороковых годов в Англии, ищу работу, по-моему, похоже, сейчас просто поменяйте на Казахстан, то же самое, весь этот капитализм, он мярится, прячется под личиной, мы за борьбу, мы за безоружение, Казахстан разоружили нас, от ядерного оружия освободили, и что, вот Ливия не имела ядерного оружия, где там Каддафин произошел, в Сирии не было ядерного оружия, что там происходит, и так далее, но, какие благородные сэры, да, давайте посмотрим, вот этот старый плакат, наверняка кто-то помнит его, нам рассказывают, мир, свободу, процветание, правильно, давайте посмотрим, образовательный ценз, смотрите, у нас сейчас, после пандемии, не все могут учиться очно, это дорого, вот у меня, сын в общеобразовательной школе, младший, он дистанционно учит, но где я плачу, он едет и учится очно, имущественный ценз, посмотрите на наши дороги, проезжают такие машины, которые за всю свою жизнь заработаешь денег, и как к ним относятся полицейские, правильно, возрастной ценз, ну это понятно, вы все пишите в комментариях, после 55 не найдешь работу, правильно, не найдете, один тоже такой работник, хороший специалист, 55 лет, пришел к работодателю, говорит, слушайте, мне все пинают, ну пинают, не берут на работу, почему, знаете, что вам сказал работодатель, ну я тебя обмануть не смогу, ну ты же понимаешь, что надо платить больше, а молодого я взял, которому 20-30 лет, он же дурак, ему без разницы, я ему плачу много или мало, самое главное, он боится за свою работу, потому что у него кредиты, у него долги, если я его уволю, он потеряет все, поэтому я могу ему снизить зарплату, а тебе, старику, как я снижу зарплату, не получится, поэтому я лучше тебя не возьму, ты еще тут революцию мне будешь строить, расовый сенс, похоже, расовый сенс, ну, не будем уточнять, но все его понимают, и сенс отсыл, оседлости, жил здесь, не жил здесь, ну, у нас это в Казахстане не так проявляется, ну, при Балтике точно, если ты до 41-го года не жил, то ты не гражданин республики, да, вот такие люди, ну, и кругом подкуп, да, что такое коррумпирование, когда всем друг друга платят деньги, правильно, самое интересное, когда нас, европейские страны, устанавливают ценством, коррумпированности, а где деньги хранят наши коррупционеры, у них и хранят, они создают условия для того, чтобы у нас крали, я работал когда с Испатами, компанией Петр Казахстан, у меня был Пьер Вентура, начальником, со Швейцарии приехал, нищие елки-палки, с оборванными рубашками, с дешевыми пластиковыми часами, чмошные, вообще ужас какой-то, и мы стали продвигать заказы, как всегда, когда дефицит нефтепродуктов, нужно было что-то быстрее продвинуть, соответственно, у нас, это взятка называется, если тебе заплатили деньги, и ты вот заявку на отгрузку нефтепродуктов, продвигаешь быстрее, это взятка, это у нас преступление, что происходит, смотрю, Пьер начинает заявки продвигать вперед, я говорю, Пьер, не получится, ты не можешь этому продать, потому что у нас нефтебазы сухие, у меня заправки не без бензина, давай я сначала обслужу свое, он говорит, нет, я не могу, он не заплатил за это, я говорю, Пьер, это же вообще, это же коррупция, он говорит, нет, это для вас коррупция, а у нас в Швейцарии, это называется ускорение бизнес-процесса, это не взятка, я говорю, ну, нифига себе, значит, мы преступники, а ты не преступник, он говорит, нет, я не преступник, это вы преступники, а я делаю хорошее дело, так что, это вот такая вещь, когда нам говорят одно, а сами делают другое, и вот, закрывают, это они создали коррупцию, похоже вам это интересно, да, когда начальники, сейчас капиталисты говорят, вот сделаешь вот это, я тебе дам больше, ну, когда ты это делаешь, он говорит, о, ты знаешь, ты вон там плохо сделал, вон там на тебя жалоба, вот это, нет, ты знаешь, ты не заслужил эту вещь, и это везде, и суды их поддерживают, и народ должен кормить капитал, но это всегда так, да, ни один начальник не вышел, не сказал, я распродал все, чтобы вам выплатить зарплату, у меня осталось меньше, кто-нибудь такое скажет, нет, они говорят, я должен получить СИА, а потом тебе что останется, это вот перед пандемией, если кто столкнулся с невыплатой заработной платы, все через это прошли, вы думаете, что-то может измениться, да, никогда, но тем не менее, я хочу вам напомнить, 2020 год, 75 годовщина, 1, 9 мая мы победили в Великой Отечественной войне, и 3 сентября мы победили японскую армию, мы наследники победителей, но нас пытаются уничтожить, нас пытаются разделить, вот у нас уже разделили огромную страну на 15 частей, и еще внутри ее делят по языковому, по национальному признаку, пытаются делить, мы взрослые люди, только кто слушает меня, помогите объяснить, что не надо делать, я когда в школе учился, я слышал такую поговорку, татарин хуже, незваный гость хуже татарин, и мне всех хотелось узнать, кто такой татарин, это кто, вот татарин, это что такое, потом я со временем узнал, очень много ребят таких учились, но я не понимал, как это разделить, я не осознавал, что грузин есть, что есть киргиз, что есть казахи, я тоже был казахом, ну, в смысле, я описался русским, но отец-то мой казах, что есть белорусы, есть русские, есть латыши, я просто не понимал, это мы были едины граждане, в армии то же самое у нас проходило, нас не делили, сейчас мы разделились, и нас будут делить, но тем не менее, мы все равно наследники великих побед, и вот была такая учрежденная медаль за победу над Японией, я хочу сказать, что мы, имеем огромный опыт строительства собственной страны, мы выиграли войну, и мы раньше всех, в Советском Союзе, раньше всех ушел с талонов на питание, мы первые, и с 47-го года, каждый год понижали цены на продукты питания, от 10 до 25%, потому что в социализме, если ты эффективно работаешь, ты обязан не понижать цену, а при капитализме, что бы ты ни делал, цена все равно растет, правильно? И все-таки вернемся к теме сегодняшнего ролика, нужно готовиться к пенсии, и мы не живем в социализме, мы живем в капитализме, а в капитализме нашим детям и внукам будет тоже тяжело, как сегодня нам, и поэтому, если мы сможем сейчас заглянуть в будущее и подготовить свое, хотя бы материальное обеспечение, переложить часть затрат на плечи государства, мы поможем своим детям и внукам, почему на плечи государства? Потому что государство обязано выплачивать пенсии и пособия в соответствии с выполнением условий, которые она сама расписала в законе пенсионного обеспечения. Поэтому считайте солидарную пенсию, готовьтесь к базе пенсионной выплаты и с накопительной пенсионного фонда, если возвращаясь накоплением, можно уформить пенсионный инновитет. И планируйте свои затраты. Скорее всего, от чего-то придет отказаться. Но это жизнь. А на сегодня у меня все. С вами был Белялый Сергей. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Высказывайте комментарии. И еще, если вам не сложно, подпишитесь на мой канал, потому что около 90% не смотрят видео без подписки. С вами был Белялый Сергей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!